У нас здесь, если можно так сказать, в гостях, на самом деле дома, Леон Мазин, руководитель Шивей Цион. И мы вместе разбираем те вопросы, которые вот от вас приходят. И продолжая вопросом, может быть, таким немного веселым, но вопрос важный. Один человек спрашивает, а как стать евреем, как примкнуть к вашему братству? И в скобочках указывает, внешне выгляжу как еврей. И на самом деле, такой вопрос мне нравится много больше, чем вопрос о Троице. Потому что это, по крайней мере, благодарный вопрос. Тот нет. Потому что по тому вопросу, про Троицу я имею в виду, или там про неважно как, копья ломают так много веков, и никто не может добиться до правды. И в один день мы пристанем пред Господом и получим ответ. Этот вопрос мы должны решать сейчас. Тот вопрос, он не жизненно необходим. Этот вопрос жизненно необходим и важен. Я попробую рассказать про то. Этот вопрос, это, ну, как бы из тех, которые были заданы раньше. Поэтому я хочу разделить этот вопрос на четыре части и дам четыре маленьких ответа. «Как мне стать евреем, как примкнуть к братству, выгляжу как еврей?» Если вы выглядите как еврей, и, возможно, вы знаете, что вы еврей, ну, знаете, что, допустим, что вы знаете, что еврей, нашли там подтверждение, там, бабушка, дедушка, папа, мама, а может быть, со всех сторон, просто вы никогда этим делом не интересовались. Я знаю таких людей, которые, особенно, вот, современное поколение, особенно в каких-то больших местах, когда родители были полностью ассимилированы, там занимались... Ну, и опасно было быть евреем? Нет. Вот моего поколения все знали, кто еврей, кто не еврей, или почти все. А вот тем, то есть мне сейчас почти, там, 40, мне 48 лет, а те, которым сейчас 25, и вот они примерно мне в сыновья годятся, или в дочь, они выросли в таком более ассимилированном контексте, вдруг определяют, опа, а я-то еврей. Ну, что ты услышал? Я вам могу дать пример. Пришли неверующие люди к нам на собрание, и во время того, как подняли сефер Тора, их пробило. Светки Торы. Светки Торы, да. Светки Торы подняли, они вдруг почувствовали призыв. Что делать? Я всегда далек от этого, я кушал в этом некошерном этом, потому что родители такие либо... Ну, первое, нужно начать понимать, как жить еврею. И опять-таки здесь входит в картину два объекта. Опять сообщающиеся сосуды, я, наверное, этим буду часто пользоваться. Ты наполняешься духовностью, ты приходишь к Господу, ты молишься, чего раньше не делал наверняка. Ты призываешь имя Господа, ты приходишь к Ему через Ешуа. Нет более еврейского пути, чем приход к Богу через Ешуа, потому что еще Моисею было сказано, что будет лидер, как ты, вождь, как ты. И кто не почтит его, то душа его будет корет, отрезана от еврейства. То есть, по сути, в нем есть самый эффективный приход к Господу Богу, как через его посредничество, через его покрытие праведности. Ты же нигде жертву сейчас не принесешь. Ты пойдешь на рынок, в емкий пур, на твоей голову эту курицу прокрутят, которая кровоточит, тебе что, от этого легче станет, что ли? Нет, конечно, все... Это эстетически мало приятно. Да вообще неприятно. Есть вещи, которые дают четкие ориентировки. Он жертва искупления, без него нет имени другого, мы говорили. Уже это поднимеса. И вот это один сосуд. А второй сосуд для тебя, как для еврея, это когда ты начинаешь понимать, «Окей, я буду освобождаться от каких-то вещей, которые языческие». И читая Священное Писание, это источник понимания, знаний, общаясь с нормальными людьми, задавая вопросы, молясь, ты преображаешься. И твоя жизнь наполняется определенной святостью. В чем святость заключается? Ты не делаешь непотребство, которое я делал раньше. Это могут быть мысленные вещи, но это могут быть и физические. Это тот же самый кашрут, это то же самое отношение к друг другу. «А у меня смена, мне в два раза больше платят в шаббат». Нет слеха, друзья, не пойду, потому что почему-то эта книга говорит, что шаббат – это для Господа. И я хочу остаться в этот день. Но вы знаете, что наверняка благословение начнет перекрывать разные финансовые ограничения. И это не все должно быть финансовое благословение. Есть много других методов, какими Господь Бог благословляет. Это путь первый. Когда ты просто подошел к свидетельству о рождении, открыл – пух, я еврей. Вторая часть, второй момент. Чувствую, что еврей, или почувствовал, что еврей, а документов нет. Что делать? Здесь немножко сложнее. Здесь нужно поискать. Возможно обратиться к архивам. Особенно те, кто жил на постсоветском пространстве, наверняка могут обратиться в какие-то архивы, потому что там была масса случаев, особенно во время войны, во время погрома, во время всего, когда люди пытались раствориться и спрятаться. И есть большой шанс, что вы ничего не найдете. Но есть шанс, что да. И есть такие люди, которые нашли. Поспрашивать родственников, если особенно пожилые, живые. И можно вытянуть массу интересной информации. А я не уверен, что мы евреи. Хотя бабушка в шаббат, в шиши вечером, или пятницу вечером, всегда зажигала свечи. А мы спрашивали, а почему ты это делаешь? Не знаю. Мне рассказывал Йосиф Шулам, что они нашли общину маранов в Португалии. Они были, мараны, это те, которых католики с силой обратили в католизм, евреи. И у них была странная традиция. В Йом-Шиши, в пятницу вечером, они зажигали одну свечу. На еврейский каббала от шаббата. Это чистая традиция, про это в Писании вообще ничего не было. Но это принято. Зажигали одну свечу, но ставили ее возле зеркала. Отражалось две. Таким образом маскировались. Ну, к чему? Можно найти какие-то... И если вы определяете, что вы, пускай, с потерянными документами, но вы еврей, я думаю, после этого стоит сделать то, что я сказал тому... Развращаемся к пункту первому. К пункту первому, абсолютно. Вы возвращаетесь к этому пункту, и все нормально. Третий вариант. Вы почувствовали, что вы еврей, вы сделали все исследования и ничего не нашли. Но вы чувствуете просто... Ну, с чем сравнить такое выражение? Я смертельно этого хочу. Писание не возбраняют. Но это сложный момент. Пройти гиюр. Я против ортодоксального гиюра заявляю это честно. Почему? Потому что там, где могут поколебать вашу веру в Спасителя Иешуа, это неправильный гиюр. Но если вы начнете изучать, как живут евреи, и, может быть, какой-то мессианский рабин или мессианский руководитель собрания может подсказать вам какие-то советы, это и будет тем мессианским гиюром, без больших помп, и, возможно, у вас никогда печати не будет в паспорте. Но вы пройдете, и ваша совесть будет удовлетворена, и вы будете жить опять, возвращаясь к пункту первому, про который я уже сказал. Сюда наполняется божественное, а во втором сосуде дела, которые... Но есть еще четвертый вариант. Вы попробовали вернуться, и вы почувствовали, нет, чего-то не то. И тогда у вас вдруг обуревает чувство, что вы проиграли. Но это абсолютная глупость. Не все создателем быть евреями. Есть мужчины, есть женщины, есть греки, китайцы, нанайцы, японцы, неважно кто, казахи, русские, аргентинцы, неважно кто. Бог нас всех разными создал. Важно понять, что ты для Бога совершенный, идеальный сосуд в том исполнении, в котором ты есть. И, как написано в послании Ефесянам, от него принять призвание совершать все добрые дела в Ешуа-Машехе, которые он для тебя, если ты там казах, или англичанин, или немец, и неважно кто. И ты не обязан ничего этого еврейского делать, потому что Бог не хотел от начала, чтобы все были Израилем. Он хотел, чтобы все были Божьим народом, и хочет этого. Для этого элементы Израиля нужно принять, а элементы не нужно принять. И вот здесь, кстати, я хочу, может быть, опередив вас, вопрос про Ноаха, помнишь, заповеди Ноаха, чтобы, то есть это один из вопросов, который не сейчас онлайн приходит, а который был раньше задан. Просто пояснить. Заповеди Ноаха, я думаю, эта штука, то есть на самом деле несложно найти эти вещи в интернете, я распечатал их с интернета. Заповеди Ноаха, это то, что по еврейским понятиям считается, что было предложено Ноаху и его сыновьям, как стандарт от Господа Бога, как жить. Израилю потом были добавлены целый ряд вещей. Некоторые говорят 613, ну, это сумма невероятная, 613, что-то возможно, там и храмовые вещи, и другие. Знаете, я открою вам маленький секрет, особенно, может быть, это не евреям будет интересно. Но, кроме кашрута и каких-то праздников, все остальное не требует слишком большого изучения. Потому что, если в нас пребывает жизнь небес, она в нас производит эти добрые дела. Просто кашрут, какие-то праздники, которые приняты в еврейской традиции, они требуют больше технических пояснений. Все остальные вещи мы исполняем. Истинно, человек, пришедший к Господу Богу, как есть выражение «родился свыше», что это тоже образное выражение, пришедший к Господу Богу, переживает прикосновение от Духа. И если в нем начинают течь добрые дела, явно, что плод есть, то эти люди, они уже начинают исполнять те заповеди, которые Писание говорит, Михей говорит. «О человек, чего от тебя ждет Господь? Поступать справедливо, быть смиренно мудрым и помогать людям бедным». Ну, есть еще несколько вокруг, но это как бы основной статус. Да возьмите любого человека с любой церкви, с любой общины, с любой мессианской общины, с любой динаминационной общины. Если он реально ищет Бога, эти три в нем есть. Или, по крайней мере, он слышит и подчиняется, и соглашается. Технические вещи, связанные с еврейскими вещами, они требуют пояснений. Ну, опять-таки, я сказал, кашрут, почему это можно, это нельзя, можно объяснить. Или в празднике мы это делаем, а это не делаем. Почему мы убираем квасное из его на Песах? Что это символизирует? Да, что это символизирует, это техника, которую мы просто поясняем. Вот в интернете слова или заповеди Ною, которые можно найти легко, и которые вера в единого Бога, то есть после Вавилонской башни, когда они поклонялись Мордуку и Иштару еще тысячам богам, идолам, Господь сказал, неправильно сделай. Ну, слегка, я перескочил. После с этими, с нефилимами и со всем, когда они там начали поклоняться звездам и всему-всему. Нет, только одному Господу, Богу, единому Творцу поклоняйся. А второе, запрет проклинать Творца, что это, в принципе, то же самое, верить искренне в Господа Бога, уважение к жизни человека. Там мы читаем, что Хамас или расстреление поразило землю, грех в 6 главе Бытия. И там использовано на еврите слово Хамас, то есть неконтролируемый грех, грех насилия, убивать человека. То есть люди в послепотопное время боялись этих вещей, после Вавилонской башни боялись этих вещей. Помните, там вещи, связанные с разводом были, ну там Авраам пытался выдать свою жену, то есть это все из-за этого было. Уважение к имуществу ближнего человека. До потопа совершалось много насилия. Забирали чужих жен, забирали чужое имущество более сильное. Там были эти исполины, которые были гибридными этими насильственными какими-то существами. Уважение к семье, то есть запрещено прелюбодеяние, уважение к живым существам, запрет есть органы живых животных, пока они живы. Я иногда вижу в Фейсбуке кто-нибудь рекламирует, как они разделывают рыбу, пока она еще шевелится. Ну это абсурд. И важно сделать судопроизводство. В Деяниях апостолов, в 15 главе, все эти семь заповедей были повторены. Только там они были как бы укорочены, потому что три из них уже подразумевались. Я повторюсь. Вера в единого Бога, первое. Второе, уважение Бога. Третье, уважение к жизни человека. Уважение к имуществу Бога, к имуществу человека. Уважение к семье, то есть запрещение прелюбодеяния. Уважение к живым существам, запрет есть там удавленину или кровь животного. Это уже, наверное, и издевательство. Ну естественно. И судопроизводство. Так вот, в Деяниях апостолов там было сказано, чтобы воздерживались от отсквернения идолами. То есть, ну как бы говорится, Богу поклоняйтесь, только другими словами. От блуда будьте верны своей семье. Удавленины и крови. Опять-таки, это про животное сказано. И чтобы не делали того, чего другим не хотят. Здесь, в этот четвертый пункт, можно вложить и убийство, и имущество. То есть, не делай другому того, чего ты не хочешь. А какие-то две вещи других были опущены, потому что уже подразумевалось, что они живут в каком-то государстве. И там судопроизводство происходит. И прямое название «поклоняйся Господу Богу» тоже не упоминается, потому что это обращено к тем язычникам, которые уверовали в Бога Авраамова. То есть, уже априори. Да, априори, да, и оно уже установлено. Поэтому вот эти вот как бы заповеди, и это, скажем так, нормальная жизнь любого нормального человека. Да, по большому счету, в общем-то, все они входят в любой уголовный кубик. Абсолютно. И нормативный человек это может делать. Если мы читаем в Евангелиях, что Ешуа повышает в некоторых случаях планку, говоря, люди, даже думайте иначе, даже не помыслите, то вот здесь мы можем уже включить какие-то «Господь, помоги мне, вот с этим я справиться сам не могу». А вот это, это же нормативный человек может делать. Да. Ну, а следующий вопрос непосредственно связан с предыдущим о еврействе. Скажите по поводу обрезания. Я не еврей, но нужно ли мне обрезание, и влияет ли это на спасение? Окей. Еще раз повторюсь. Не исполнение любой заповеди не влияет на спасение. Спасение мы получаем, потому что мы на себя одеваем праведность Ешуа. Заповеди, которые мы делаем, это поток той жизни, которая из нас исходит. И если больше жизни в нас, тогда больше мы делаем. И это не отработка. Это, знаете как, по-другому я делать не могу. Вот знаете, вот человек начал свою фирму. И он сделал это не только, чтобы зарабатывать деньги, он еще и любит это дело. Да ты его с работы не вытащишь. Ему нравится, ну понятно, можно, но ему нравится это. Он там находится. Это примерно то же самое. Это жизнь, которая из тебя вытекает. Теперь, что касается обрезания. Обрезание было предложено как завет, знак завета между творцом и еврейским народом. Бельват. Только. Язычникам или уверовавшим в Ешуа не нужно обрезываться. Деяние 15 глава очень четко на эту тему говорит. Мы читаем некую дилеммную ситуацию с Тимофеем. Он наполовину был еврей. Он был призван в служение еврейскому народу. И Павел его обрезает. Нормально. Но если вы не еврей, вам этого не нужно делать. Деяние 15 глава очень четко на эту тему говорит. Вообще насчет дел у меня очень яркий образ такой в ассоциации, где-то блуждает. В мыслях это влюбленных двух, когда парень и девушка, они любят друг друга. Не надо им лишний раз говорить, напиши друг другу сообщение или подари цветы. Наоборот, человек сам хочет делать дела каждый день. Это происходит, пока не женился. Потом, когда женишься, то тут уже нужно напомниться. Потом кто уже вошел в отношения завета, то тут уже надо впрягаться. Дальше пишут. Я была недавно в Израиле и увидела очень много евреев разных направлений. Есть они у нас. Течений. И все они ждут Машеха. У всех их какое-то одно представление Машеха. Или у них каждое свое. Как и было во времена, когда пришел Ешуа. Ничего не изменилось. Вы сами отвечаете. У каждого немного свое, но интересная штука. Если ты разговариваешь с религиозным человеком и спрашиваешь, ты веришь в Машеха? Приходит Машеха, но он не верит в Ешуа. Вы знаете, многие евреи боятся имени Иисуса, потому что во имя Иисуса было много крови еврейской пролито. И многие христиане, вместо того, чтобы вызвать в евреях зависть, типа, о, с ними Господь присутствует, вызвали раздражение и страх и отрешение. Да вы что, люди, так себя вести? Но если вы поговорите с ортодоксом мессианского толка, и не мессианским верующим, а который ожидает Машеха, не все ортодоксы ожидают Машеха. Некоторые вполне нормально ими без Машеха, как бы решили проблему уже на уровне Галахи и всех других вещей Машеха особо. Но те, которые ожидают, если вы спросите, каким ты видишь Машеха, и он тебе будет рассказывать его характеристики, вы почти один в один можете наложить это на образ Ешуа из Назарета, который приходил 2000 лет назад и, как мы понимаем, вернется снова. И те же действия, вы знаете, допустим, в хабадническом, любавическом направлении, они веруют, что Минахим Шниерсон является их Машехом. И когда он болел, я помню это время, когда он был болен с инсультом, они говорили, он совершает геулу, то есть избавление, страдая собою. Приводили Исаию 53 главу для него. И когда он умер, стали говорить, сейчас на небесах он довершает геулу и в один день придет. То есть геулу избавление. И они ждут свою очередь, род, пришествие. Да, да, да. То есть они накладывают те же самые даже места на... А как к этому относятся? Ведь на самом деле против любавических евреев религиозных мало такого противостояния, как... На самом деле есть и немало. Они считаются здесь тоже сектой, но из-за того, что образ их жизни намного более похож на образ ортодоксальных евреев, то они более легко вошли, хотя во многих синагогах их считают как что-то странное. Но такими же странными считают и нас, мессианских, хотя не в светском обществе. Я просто вижу, что многие светские соглашаются с этим. Я вижу светских евреев, которые... Ортодокс... Светских местных евреев, которые приходят на наши собрания, на другие собрания, и начинают видеть в Ешуа настоящий ответ их. Это число растет больше и больше. На самом деле в Израиле есть общины, где число местных больше, чем число прибывших. Я знаю такие места. Ну, так что религиозный мир израильский богат, широк, и машеха ждут многие. Ну, и мы ждем только, знаем, кого ждем. Далее такой вопрос. Что вы думаете об мессианских общинах вне Израиля? Литургия, богословие, образ жизни. На ваш взгляд, какова их главная цель? Окей, вопрос, наверное, лучше спросить мессианских руководителей, живущих за границей. Не по адресу. Да, не совсем по адресу, но я могу сказать. Но почему нет? Во-первых, я вижу, что во многих мессианских общинах за границей число евреев мизерно. Как с этим быть, не знаю. С другой стороны, то, что там есть такой ответ, это хорошо. Но они там все страдают от того, что называется статус. Кто мы? И поэтому они намного более часто жестче, чем мы. Допустим, одевают кипу или какие-то другие атрибуты. Для них этот момент больше внешнего выражения. Ну, чтобы посреди бездны выделяться. Да, для того, чтобы выделяться. Многие очень сбалансированные, хорошие общины. И я знаю многие такие и в Германии, и в Америке, и на территории СНГ. Это просто качественные, хорошие мессианские общины, в которых есть в некоторых более полновесная литургия, в некоторых меньше литургии. Так, как они почувствовали сделать, где они практически полностью, вот как мы или как другие мессианские общины здесь из Израиля. И они являются очень хорошим ответом. Также для них очень несложно заявлять об исправленных путях тем церквям, которые вокруг. Потому что, как мы уже сказали несколько раз в этой передаче, в церкви многие втянули в себя очень много языческого. И, может быть, не все верно в этих мессианских общинах, но, по крайней мере, это ставит многих служителей, пасторов перед вопросами, а как же правильно. Потому что, если нету какого-то претендента, то нету и поиска. И в данном случае, как бы мы видим нормальный поиск, и эти общины находят свой статус и укрепляются. Есть огромные общины, есть меньше, есть 50 человек, есть тысяча человек, есть разные. И каждая из них по мере своих способностей проявляется. Некоторые захватывают, не то что, в кавычках, влияют на огромные территории, некоторые являются светом в тех местах. Я думаю, что каждая из них действует по тому, что Господь вдохновляет. Опять-таки, есть некоторые колебания, спектр. Некоторые мессианские, очень похожи на церковный мир. Некоторые вообще там чистая синагога, так же и в Израиле. Но, опять-таки, нам 50 лет всего лишь, ну как движению. Мы находимся в поиске, мы находимся под влиянием. Если мы открываем книги иудаизма I, II, III века, мы видим сильнейшее эллинистическое влияние на эти книги. И даже имена первосвященников, Александр, это же чистая Греция. То есть, и их многие вещи, которые они заявляют, то мы, естественно, тоже влияемы. Но мы и влияем. И если мы посмотрим на влияние мессианских верующих в мире за прошедшие 50 лет, оно грандиозно просто. В любом месте, я вам, может быть, смешную вещь скажу, ну это не мессиан, а может быть верующие, не знаю, но когда ты заходишь с израильским паспортом на границу в аэропорту Амстердам, они тебе шалом говорят. Лет 15 назад, или 10 лет назад, в Голландии только некоторые, некоторые церкви имели людей, которые нам что-то... Сейчас ты слышишь песни реформаторских, где они поют еврейские гимны, еврейские песни, чуть ли не на еврите, используя много из нашей терминологии. То есть, и это не... Я сейчас употребил Голландию из-за этой смешной казусной ситуации. На границе, когда ты поднимаешь паспорт, он тебе сразу говорит шалом, берет паспорт, там ставит печать и говорит литра оки. То есть, он уже нахватался слух. Но я вам хочу сказать, в Штатах, в Канаде, в России, в Украине, в Белоруссии, в Австралии, в Германии, в Англии, в Китае, в Японии, в Корее мессианские элементы проникли и исправляют многие поместные идольские ошибки. Удаляют их. Некоторые нет, некоторые да. Но я могу сказать, что влияние очень сильное. Но вот все-таки интересно, в свете этого... Мы видим это движение. Мы видим, что становится иногда модно быть, выделяться, причисляя себя к мессианским общинам. Что это? Это дань моде или это действие Духа Святого? Или это некое логическое продолжение движения общин по всему миру? Я думаю, это все три. И дань моде, и движение Духа, и логическое продвижение, потому что, повторюсь, церкви втянули, как губка, очень много язычества. И Господь, казалось бы, микроскопическим мессианским движением, которое тотально зависит от помощи и молитв церкви из язычников, влияет на них благосклонно. Мы же микроскопические. И я вам хочу сказать, это касается не только протестантов, это касается не только евангелистов, это касается католиков. Вы думаете, просто так Павел Иоанн изменил свое отношение к Израилю? Я, конечно, приводил пример Даниэля, переводчик этого, Даниэля, священника из этого, но я знаю мессианских пасторов более старшего поколения, которых проводили к папе или к папскому теологу, которые беседовали с ним, доказывая. Если вы посмотрите на сегодня, на последние катехезисные исповедания католической церкви, которые были опубликованы, я боюсь обмануть, в 2007 или в 2009 году, или даже в 1998 году, я боюсь обмануть, но это несложно найти в интернете, там про Израиль, про мессианское восстановление говорится теми же словами, которыми мы говорим. Протестанты еще такого не могут. Вы думаете, на голом месте? Нет. Я знаю людей, знаю людей по именам, которые доходили туда и разговаривали с ними. И, естественно, были и люди, положительно к этому относящие, и среды католической церкви, которые вдруг сказали, что-то у нас нет того. И изменения пришли. Ну, я вообще недавно слышал, что последний Папа Римский, Франциск, буквально месяц назад, не знаю, правда или нет, можно проверить в интернете, но выразил откровенно мысль о том, что в каждом христианине, если он христианин, живет еврей. И от этого никуда не деться. Но, наверное, для всего этого важно и изучение глубин, изучение, опять-таки, духовности, изучение Торы, изучение Танаха. Собственно, чем занимается Хаевский теологический институт? Это одно из направлений служения. Может быть, пару слов коротко, можно сказать, о нем? Хаевский теологический институт начал свое существование лет уже, наверное, 8-10 назад. Это была инициатива нескольких общин. С нами был один очень умный парень, Илья Лизоркин, и он помог нам собраться. Но потом произошли какие-то изменения. Сегодня Хаевский теологический институт имеет целью достигать русскоязычных. Скоро будут не только русскоязычные, уже готовятся материалы и база для ивритаязычных и для англоязычных. Но на сегодняшний день это место перспективное. Мы работаем над аккредитацией, и уже есть какие-то наметки. Поэтому пока это возможно для многих наших гостей, у вас есть возможность поступить в Хаевский теологический институт, просто напишите, скоро будет реклама, вы увидите там наши данные. И у нас там преподают очень-очень-очень серьезные люди. Там почти все с PHD, то есть доктора богословия, заканчившие... В том числе Лидия Плюща, Гарвард, Кембридж. Да-да-да, и Гарвард, Кембридж. И есть очень грамотные люди, а есть просто пастырского уровня люди, которые тоже достаточно грамотные. И дают материал сугубо мессианский, который больше связан с доктринами Завета, а не с вещами, что Израилю было место, сейчас нету места, потом опять будет место. Ну такие вот. То есть я просто приглашаю вас, там неплохо и будет лучше. Поэтому записывайтесь, пока есть возможность. Ну в таком случае, цитируя известного ведущего, рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин